Автоклам Есть ли какая-то цифра по Хронденскому району? Сколько у нас? Ну хотя бы примерно. Не эксплуатировано, но я могу сказать приблизительно цифру, что это более тысячи с начала года. По Хронденскому району? По Хронденскому району. Выявив неэксплуатированное транспортное средство, наши коммунальные службы передают сведения в отдел городского хозяйства. Администрация ведет работу по выявлению собственника неэксплуатированного транспортного средства, а также мы делаем запрос в техосмотр, угодно к перемещению транспортного средства, либо нет, пройдем техосмотр, либо не пройдем техосмотр. После того, как получаем мы ответ из ГАИ, когда установим собственника, мы собственнику направляем извещение о том, что ему необходимо в течение 30 дней с момента получения данного извещения привезти транспортное средство в надлежащее состояние, либо переместить на храняемую стоянку, либо утилизировать самостоятельно. С момента, когда к нам возвращается уведомление о том, что собственник извещение получил, то есть через месяц мы отслеживаем данное транспортное средство. В случае, если меры собственником не принимаются, мы перемещаем неэксплуатированное транспортное средство приведительно на храняемую стоянку. Тариф рубль 20 в сутки. Автомобиль будет этот храниться у нас в течение трех месяцев. Если владелец имеет право обратиться в администрацию района с требованием о возврате автомобиля, по этому требованию автомобиль будет возвращен. При этом владелец обязан будет оплатить расходы по эвакуации храняем. Если в течение трех месяцев он не обратится с такой просьбой, это будет расцениваться как отказ от собственности, отказ от права владения этим автомобилем. Автомобиль через суд будет призван безхозяином, передан собственность администрации для дальнейшей утилизации. Если есть такая проблема, обращается собственник, он может обратиться в жилищно-эксплуатиционную организацию по своей территориальной принадлежности, снять транспортное средство с учета, написать заявление, предоставить документ, что данное транспортное средство снято с учета, и на основании его заявления уже эксплуатирующая организация примет меры по утилизации данного транспортного средства. Причем это для собственника будет совершенно безвозмездно, то есть бесплатно. В случае, если он пишет заявление, как я уже говорила, после того, когда транспортное средство перемещается на стояночку охраняемую, то, естественно, он несет затраты по хранению неэксплуатируемого транспортного средства и также перемещению.